Раннее утро воскресенья 20 мая стало последним для трёх молодых людей. Оживлённый в дневные и вечерние часы перекрёсток в 5.40 утра не представлял проблем для водителей. Джип Митсубиси ехал по улице Московская и планировал повернуть на Герцена. Тут в него на большой скорости и врезался спортивный мотоцикл Ямаха, за рулём которого был 20-летний парень, сзади сидела 18-летняя девушка. Столкновение страшной силы унесло их жизни. Погибла на месте и пассажирка джипа, мотоцикл сгорел. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла и пассажир скончались от полученных травм на месте. Также в результате полученных телесных повреждений пассажир Митсубиши Паджеро скончался на месте. Водитель мотоцикла 91-го года рождения водительского удостоверения не получал. Управлял транспортным средством, не имея права управления. Водитель джипа, управлявший автомобилем по доверенности, его отвезли в больницу, но, по словам врачей, от госпитализации он отказался. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К нему приобщаются записи видеорегистраторов. Они помогут выяснить, в каком режиме в этот момент работали светофоры. Также проводится экспертиза на наличие алкоголя в крови мотоциклиста. В интернете, помимо слов соболезнований, появились и комментарии по этому поводу. Джип хотел повернуть налево. Причем рано утром светофоры не работали. Горел желтый свет. Мотоциклист двигался со скоростью примерно 160 км в час. То, что подобные спортбайки ездят с почти запредельной скоростью, факт бесспорный. Члены байкерского клуба уверены, прежде чем сесть за руль такого монстра, сто раз подумай, а кому нужен такой риск. Это молодежь в основном, которая не думает, не понимает, какая мощь у них под ними находится. Ну, думать надо, да, они думают не в ту сторону. Они думают в ту сторону, как бы положить стрелку на этом спидометре. Для больших скоростей существует та же самая трасса. По крайней мере, совершенно другие пределы скоростные, где можно позволить тебе раскрутить мотоцикл и почувствовать, насколько у тебя мощность мотоцикла позволяет. А здесь, в городе, надо ездить прилично, так же, как и все участники дорожного движения. То, что есть тормоза у мотоцикла, это еще не самое главное. Должна быть, в первую очередь, голова. На спортбайке, скажем так, там не успеешь. Хоть и тормоза лучше, и системы все лучше, но просто не успеваешь даже подумать, что в такой ситуации сделать. В этом году по городу и области с участием мотоциклов произошло 18 ДТП. В настоящее время в ГИБДД готовятся к началу операции мотоциклист. А мы еще раз показываем эти страшные кадры. Может, кого-то из лихачей они заставят снизить скорость, соблюдать правила движения и вспомнить, что на дороге они не одни. Андрей Жиляев и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.